Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 542, тема взаимоотношения. «Могут ли быть у христианина враги?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «А у кого их нет, так и просится с языка». Но вопрос стоит иначе. Не о каждом, а о христианине, о последователе Христа. «Христос предупредил, что врагов у Его учеников будет больше, чем у простых смертных во много крат». Матфея 10, 36. «И враги человеку домашние его». Лука 6, 27. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Лука 6, 35. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». Римлянам 12, 20. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Филиппийцам 3, 18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова». Иоанн Златоуст говорит специальную проповедь на тему о том, что враги могут делать нам зло, но причинить его не могут, потому что мы за все благодарим Бога. «По большому счету враги нам лучшие друзья. Они содействуют нам при получении венца за победу. Они шлифуют наш характер. Даже сам дьявол с легионами своих ангелов христианину не помеха. Любовью, постом и молитвой, смирением и благодарением Бога сокрушатся вражеские твердыни». Продолжение следует...